Одна во всем мире. Любовь Полухина из Донецка похоронила мужа и двоих детей. Дом, где живет пенсионерка, наполовину разрушен после обстрелов. Без тепла, света и воды женщина прожила несколько месяцев. Историю продолжит Татьяна Блинова. От самых близких людей у Любови Полухиной остались лишь фотографии. А это вот дочь на выпускном вечере. Один за другим ушли из жизни муж, дочь и сын. Супруг в 95-м году умер. Профзаболевание было. Дочь умерла в 99-м. А сын в 2008-м. Менингит. Старшая сестра пенсионерки умерла от сахарного диабета. Этим заболеванием страдает и Любовь Ивановна. Более 30 лет живет на таблетках. Стоит баснословные. Те, которые мне подходят, дорогие. Ну, беру уже любые пью. Без стонометра женщина не может обойтись и дня. 270 даже было. Скорую вызывали. Но меньше 200 не понижается. Ложила спать. И думаю, встану я нормально или нет. Во время обстрелов в дом пенсионерки угодил снаряд. Зиму едва пережила. Наверное, месяца полтора не было газа. В газопровод прям упало. Больше месяца не было воды. Все документы Любовь Ивановна потеряла. Как бежала из дому, не помнит. Где я ее потеряла, не знаю. На одном дыхании убирали. Без паспорта пенсию не выдают. Что бы делала без гуманитарной помощи Рената Ахметова, женщина не представляет. Огромное спасибо им за заботу, за все. Добрый человек. Если бы не он, так я не знаю, как бы наши старушки выживали бы. Штаб Ахметова помогает старикам и детям с начала боевых действий на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. 70% получателей пенсионеры. Среди них три четверти женщины. Любовь Ивановна, как и сотни тысяч других, надеется на лучшее. Лучок посажу, укроп, петрушечка. Более 7 миллионов 750 тысяч наборов выживания получили мирные жители Донбасса. Помощь Ахметова регулярно доставляют на 38 стационарных пунктов выдачи и в 425 отдаленных городов и сел. Татьяна Блинова, Данил Киреев, телеканал Донбасс.